Доброе утро, Андрей. Дежурил? Доброе утро, Роман Алексеевич. Да. Сегодня без эксцессов, так что заполню протоколы и, как говорится, на свободу с чистой совестью. Слушай, у меня к тебе небольшая просьба. Мне тут нужно отлучиться ненадолго, а по важному делу. Прикрой меня, будь другом. А что за дело, если не секрет? Секрет. Поможешь? Попробую. Вы, как сговорились, Вита Игоревна отошла, тоже просила ее подстраховать. Придется на два фронта разрываться. Так ты поможешь? Ну идите, ну что я с вами сделаю? Спасибо, я твой должник. А, да, слушай, сегодня этого рожницы привезут, Ирена Максимова. Ну ты помнишь, писательница. Да. Оформи ее, пожалуйста. Ну конечно, сделаем все в лучшем виде. Ну ладно, я помежал. Субтитры подогнал «Симон» И долго нам еще здесь торчать? Где все? Любимая, не нужно так нервничать. Они скоро будут, мы же договорились. Ну договорились, а то... Доброе утро. Ирена Максимова? Да. Мне доктор Широко велел сегодня прийти сдаваться. Вот пришли, а тут никого. Порядочки у вас? Вы не переживайте, мы вас сейчас оформим. Меня зовут Андрей Васильевич, я тоже врач, так что волноваться незачем. Тоже врач говорите? Ну да. А вы сегодня сильно заняты? Ну, не очень, а что? Понимаете, может Широко вам говорил, я писательница, и сейчас как раз собираю материал для новой книги. А в больнице наверняка случаются интересные истории, может расскажете? Ну знаете, это если рассказывать, то можно несколько дней говорить, вы родите быстрее. Так это же великолепно. Ну, давайте для начала мы вас оформим, а потом уже истории. Хорошо. Дим, значит, ноутбук взяла, телефон под зарядки, все с собой. Новости буду выкладывать в свой блог, проверяй, пожалуйста. Ну, а если позвонят журналисты? Интервью через неделю. Спасибо, я буду скучать. Куда нам пройти? К лифту. Пойдем, пойдем, я хочу. Ой, Виточка Игоревна, молодец. Ритулечка все успела. Красота. Фух, Виточка Игоревна, слава богу, что вы вернулись. А то вы ушли, Широков ушел. Я уже молился, чтобы к нам Савчук не заглянул с визитом и по шее нам всем тут не надавал. Подожди, а куда ушел Широков? Сказал, что секрет. Тоже мне секретчик. Ну, Андрюха, тебе спасибо, что ты прикрыл, я как раз у тебя успела. Кстати, сачку купила, будешь? Да. Да, я все успела. Я сбегала на рынок, купила телятинки, паровые овощи, фрукты, зелень. Так что мои детки будут накормлены. Детки? Такого же Колька один. Ну, был один, теперь двое. Колька и Анфиска. Ну, мне Квитко свою дочку оставил. Сам уехал на сорок дней по теще бывшей, а я теперь вот за этими двумя троглодитами смотрю. Знаешь, какая ответственность? Ну, догадываюсь. У меня три брата младших, и родители их постоянно на меня оставляли. А это с ума сойти. И накорми, уроки проверь, еще и поработать надо успеть. Кстати, о работе. Пойду гляну, как наши эти пациентки. Подожди, Андрюш, посиди, вот ты ж только что оттуда. И вот что мне скажи, парень, ты в химии шурумбаешь? Ну, да, у меня пять было. Отлично. Так, ты-то мне поможешь. Анфиске задачу задали, а я, ну, как бы вроде и пыталась решить, но не зашло. Вот если биология, я бы еще, а та... Какая? Вот эта? Да. А, ну так тут все ясно. Ну, натрий же одного лент. Ну, а вы что написали? Так это не я, это Анфиска. Вот таким почерком? Медицинским. Ну, у нее папа кто? Врач? Ну, да. Спасибо вам, доктор, вы меня прямо успокоили. Ну, я пойду, хорошо? Да. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Не заходите, пожалуйста, у нас совещание. Приняли. Так быстро ты успел? Там же очереди в ЗАГСе. Да. Не успел, да? Могла начальница, моя бывшая пациентка. Через две недели сама нас распишет, у нас свадьба. Подожди, а ты сказал ей, что мы хотим так, по-простому, без гукол на капоте. Я сказал, что мы хотим без официоза, да, она, конечно, расстроилась. Но ты-то не передумаешь. Точно хочешь, чтобы все было тихо и мирно. И я очень хочу, чтобы мы с тобой расписались. Я не передумаю. Граждане, граждане, минуточку внимания. Минуточку внимания. Меня зовут Роман Широков. Я дежурный врач родильного отделения. Тихо, пожалуйста. А что это вам, молодая? Что происходит? Чего шумим? Николай Дымов, руководитель коллектива «Золотая подкова». Может, слышали о таком? Ну да, слышал даже. По телевизору видел. Красиво поете. Спасибо. Рада, присмотри. Вот приехали к вам на гастроли. Во время репетиции у нашей солистки воды отошли. И костюмерша тоже жалуется, что боли у нее. Может, посмотрите ее тоже. Да, конечно, посмотрим. А кто? Вот Галина Жемчужина, наша солистка, Зарина. Очень приятно. Доктор, ну а чего вы стали смотреть? Не надо смотреть. Не рожать в горах. Ну, делай что-нибудь. Хорошо, что не уехал. Галину веди в предродовую, а Зарину в отделение патологии беременности. Эй, ну, там не пойдешь. Нельзя раздевять. Она дочь моя. Такие порядки. Ну, ничего. Сигареты, пожалуйста. Берите сигареты. Болитесь же, не курят. Давайте я вам помогу. Николай, можно вас секунду? Давай, давай, бери девушек под руки. Давай, давай. Курпище. Пойдем, пойдем. Эх, диктору мали. Дили, али, каши. Дюшка. Привет. Так, у нас в больнице цыганский табор. Скоро медведей привезут. А она здесь сидит и светится от счастья? Да, потому что... Потому что я счастлива. А, что случилось? Я не могу тебе пока сказать. Он сделал тебе предложение? Ну, Широков. Ну, мужик, уважаем. Невеста. Так ты у нас теперь завидная невеста, да? Да. Только мы пока не афишируем. А, бжо, 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 бжо. Я никого не расскажу. Слушай, а я тебя поздравляю. Когда свадьба? Через две недели. А что подарить? Ничего. Мы не хотим в особых торжествах. Правильно. Правильно. Нечего деньги налево-направо тратить. В конце концов, это ваш праздник. Как хотите, так и проведете. Да? Угу. Ну, а мы с тобой выпить всегда успеем. Только ты, пожалуйста, никому. Ставицкая, еще пять раз мне скажи. Я пообещала, что никому, значит, никому. Все, все, все. Невеста, ты моя дорогая. Ваших женщин сейчас осмотрят, оформят. А вы, пожалуйста, уведите свой коллектив. Вы не единственный пациент в больнице. Хорошо, уведем. Доктор, ну, я останусь. Галина – это моя жена. Галина – ваша жена? Да, жена. И не надо так смотреть. Да я… Ну, извините, нервы. Доктор, ну, я останусь, можно? Да, оставайтесь, пожалуйста, Роман. Посмотрите за рейдом. Я вижу, что ей больно очень. Послушайте, я этим и собираюсь заняться. Еще одно, я хочу тоже остаться. Я руководитель, я должен знать, что с ними. Послушайте, оставайтесь оба. Только пусть остальной коллектив едет в гостиницу. Вот проходите. Спасибо. Пошли, моя хорошая. Давай, давай, аккуратненько. Идем, идем, идем. Вот так. Если вы думаете, что я буду терпеть это безобразие, вы глубоко ошибаетесь. Ирэн, ну, успокойтесь. Я не буду лежать с ними в одной палате. Да. Ирэн, ну… Ирэн, ну, успокойтесь. Слушай, какие вы нежные. Послушай, моя хорошая. Может, хоть сейчас матери признаешься, а? Ну, кто тебя украл? Кто отец ребеночка, ну? Мама, ну, я же говорила тебе, уже не знаешь, что его, он не из наших. Не из наших. Девочку украли, ребеночек будет, она молчит. Не надо, я тебя прошу. Не надо. Старшие две дети, как дети. Замуж вышли. Ну, ко мне нарожали. И когда же ты успела, а? Мама. А я, я на мужа молодого смотрела. Счастье свое нашла, а дочку проворонила. Позор. Что, Саня? Что? На что ты стоишь в столбом? Делай что-нибудь. Санитар, на залпу. Поэтому я требую, чтобы меня перевели в другую палату. Я не хочу лежать в одной палате с цыганами. Ирэн, вы не нервничайте, пожалуйста, только. Вам нельзя сейчас. Послушайте, эта цыганка, она солистка известного коллектива. Исполняет романсы. В какой-то мере можно сказать, что она ваша коллега. Не нужно мне зубы заговаривать. Я их боюсь, понимаете? Ну, что за стереотип? Ну, почему вы считаете, что если цыгане, то сразу что-нибудь украдут? Да потому что так и есть. Переведите меня в другую палату. Или меня, или эту женщину. Куда-нибудь. А в родильном отделении свободных палат на сегодняшний день нет. Это безобразие. Безобразие было бы, если бы мы не оказали женщине медицинскую помощь только потому, что она цыганка. Поэтому, Ирэн, при всем моем уважении, вам придется смириться с ситуацией. Вы останетесь в одной палате с калиной жемчужной. Точка. Ничего. Я напишу о ваших порядках в своем блоге, чтобы вашу больницу обходили десятой дорогой. Пишите, пожалуйста, я вам не могу этого запретить. За концов, это ваша профессия. Аккуратнее. Наденька, у нас непредвиденная ситуация. Ты посмотри девочку. Конечно. Похоже, держался до последнего. Уже делали УЗИ? Так, говорим правду. Где болит? Давно болит. Насколько сильно? Сильно болит уже где-то месяц. Месяц болит? А ты молчала? Я маму не хотела расстраивать. Она и так на меня сердится, что я не говорю, кто отец ребенка. Приблизительно 34-я неделя. Да ты горишься. Пульс очищенный. Боли при надавливании датчиком в правой повздошной области. В животе свободная жидкость. Могу предположить спонтанный разрыв матки. Твой диагноз объясняет рвоту, но не объясняет температуру. Здесь что-то еще. Будем рожать. Готовьте пациентку. Вита Игоревна, готовьте операционную. Да, и всех там. Да-да-да, спасибо. Влад, здорово, ты мне нужен. Поможешь? Спасибо. Давай. Это что такое? Вы курить собираетесь? Собираюсь. А ты бы не курила? У меня дочка рожает непонятно от кого. Меня мать родную обманула. Врачи приходят, бумажки какие-то говорят подписывать. Голу совсем не заморочили. И соседка по палате нос от меня воротит. Вот как тут не курить? Мамочка, да в вашем положении у нас вообще в отделении не курят. Да? А ты скажи, где курят? Я туда пойду. Так, а ну марш в палату. Вам рожать скоро. Ой. Кажись, началось. Вот и покурила. Тихо, 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 тихо. Слушай, золотая, ну покажи, где у вас тут родзал. И ты, Игоревна, там родзал готов, наши. Писательницы уже в схватке очищаются. Да вот наши певицы тоже рожают. Обобритесь на меня. Я сама дойду, не маленькая. Халатик успеем снять? Успеем. Ну давайте тогда в палату. Ну давай. Только потихоньку. Потихоньку. Руслан, ты, наверное, езжай в гостиницу. Отдохни, а вечером приедешь. Галя как раз родит. А вы? А я здесь подожду. Послушаю, что врачи о Зарине скажут. Да, не повезло, девчонки. Ох, Галя моя лютовала. Говорит, найду того, кто ее украл за душу собственными руками. Вот если бы Галя не была с ней так строга, все могло бы быть совсем по-другому. Ну, кто знает. Ну ладно, я тогда поехал. Там дежурный врач хочет поговорить с кем-то из близких Зариной. Что? Есть. Срочно необходима операция. Нужно подписать соглашение. Ее мать, в общем, мать поставила условия. Если дочь не скажет, что у отец ребенка, то она ничего подписывает. В общем, так, у нас нет времени для переговоров. Говорите, куда идти, чтобы подписывать. А Зарину можно увидеть? Нет, она в тяжелом состоянии. Ее сейчас готовят к операции. Господи. Влад, у моей пациентки перитонит. Скорее всего, вызванный аппендицитом и угроза преждевременных родов. Помоги в операционной. Скажи мне, у меня есть варианты? Если бы кто-нибудь другой попросил, я бы еще сто раз подумал. Ну, конечно, помогу. Спасибо, дружище. Мне сказали, сюда подойте. Да-да-да, присаживайтесь, нужно поговорить. Я в предоперационную. Давай-давай. Сильнее, 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 сильнее. Еще, 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 еще. Галя, вы сейчас должны глубоко вдохнуть и тужиться сильнее. Золотой мой. Ты меня будешь еще учить. Да у меня дочка старше, постарше тебя будет. Я четвертого рожаю. Говорю тебе, лучше не мешай. Схлаточка начинается, делаем глубокий вдох. Сильнее. Еще, 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 сильнее, 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 сильнее. Скажите, Зарина не умрет? Я в холле сидел, слышал, врачи говорят, вы рискуете очень. Любая операция – это риск. Пожалуйста, успокойтесь. Сейчас важно, чтобы кто-нибудь из родственников подписал согласие на операцию. Потому что ее мать отказывается, она не понимает всю важность. Я подпишу. Я – отец ребенка. Я все подпишу, только, только спасите их. Подождите, а почему вы с Зариной ничего не сказали об этом ее матери? Это долгая история, Роман. У вас нет времени. Давайте, где подписывать? Здесь. Все хорошо, можно. Ну что, начинаем. Сначала кесарево, потом аппендицит. Скальпель. Ну, с Богом. Делаем на жинс. Сушить. Сушить. Скальпель. Давление падает. Так, ускоряемся. Извлекаем, малыша. Зажим. Быстрей, быстрей. Отсекаем. Вот. Девочка. Дыхание отсутствует. Сердцебиение единичное. Так, попробуем раздышать и наиваял. Так, все, шьем. Угу. Поздравляю, у вас мальчик настоящий богатырь. Килограмма четыре будет. Мальчики. Пацаны. Ой, три девочки уже есть. Теперь еще и сыночек будет. Ой, Русланчик, ой, обрадуется. Ой, 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 ой. Ой, как же он обрадуется-то. Ой, господи. Мамаша, вы что, с ума сошли? А что, после работы разве покурить нельзя? Ой, господи. Ой, ой, ой. Спокойненько, ничего страшного в этом нет. Ой, как больно. Смотрите, они уже отстреляли. Сейчас и мы с вами отстреляемся. Да не ори, да господи. Осторожно. Все будет хорошо, дорогая моя. Ты не ори. Ты дыши глубже и тушься. Сама не заметишь, как родишь. Вот смотри, какой он богатый. Давай. Угу. У нас порядок, давление поднимается. Угу. Ну, все, я думаю. Угу. Ну, ставьте дренаж и заканчивайте. Угу. Ну, ты сам делай, сколько бы надо было. Да. Еще шел на секунду. Ну, что бы я без тебя делал? Ну, слава богу, все обошлось. С мне коньяк? Ну, вот, само собой. Ну, могу прямо сейчас. Ну, что, мы ждем? О, ну, что, писательница, жива? И чего была так кричать? Родила быстро. И ребеночек здоровый. А куда это вы на ночь глядя? Вы что, уходите? Ухожу, ухожу. И ребенка в больнице оставляете? Да что же вы за человек такой? Вы же женщина, мать. Голутая ты. Ну, где же это видно, что бы цыганка ребенка своего бросала? Не знаешь ты. Традиция у нас есть. После рождения ребенка цыганка обязательно должна провести ночь с мужем. Сыночек мой спит, а утром я вернусь. Традиция? Да, золотая моя, традиция. Ладно, до скорого. Счастливо. Алло, Дима, ты не поверишь, какой я сюжет нашла. Коля, можешь меня поздравить. Сын у меня красавец. Ух ты бы видел. Поздравляю, Игорь. Спасибо. Слушай, а Руслана не было еще? Звонил, скоро подъедет. Да? Ну, а ты чего здесь торчишь? Пошел бы поспал. Жду, пока Зарина в себя придет. Врачи сказали, реанимация она. Операция тяжелая была. А что еще сказали? С ребенком все хорошо? А с ней? Пока ничего не говорят, вот я и жду. Галочка! Сладкая! Галочка! Ну как ты? Хороший мой сын у нас, представляешь, красавица! Ну что, едем в гостиницу? Едем. Ой, Коль, да ты тоже езжай, отдохни немного. Нет, я буду ждать, пока он мне не скажет, что с Зариной все хорошо. Галя, можно тебе на минутку? Подожди. Хорошо, я что? Что? Галя, рано или поздно это нужно было тебе сказать, лучше сейчас. Это я. Я отец ребенка Зарины. Что? Что ты сказал? Ты? Ты... Ты украл мою дочь! Обесчестил! Ты мне так и отомстил! Через тридцать лет отомстил! Я ненавижу тебя. Слышишь? Ненавижу! Будь ты проклят! Жди меня. Я сейчас. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Николай. Как там с Ириной? Ситуацию мы стабилизировали и час назад ее перевели из реанимации в обычную палату. Она заснула. Присаживайтесь. Понимаете, вчера Галя узнала, что я отец ребенка Зарины. Прокляла мне. Она думает, что это месть. Но это не так. То есть, я не понимаю, какая месть? О чем вы говорите? Да я вам вчера говорил, это долгая история. Тридцать лет назад я полюбил Галю. Ей восемнадцать, меня двадцать. Пришел свататься. А ее родители говорят, есть у Галли жених. Мы ее еще в пятнадцать лет засватали. И не за какого-то там чужого сэра, я и сэрор. А за нашего, из уважаемого рода жемчужных, выгнали меня. Как собаку. Вы смели, кто ты такой, говорят. Извините, я не очень хорошо знаю ваши обычаи. Я слышал, что место можно украсть. Можно. Можно. Но тридцать лет назад, слово отца и матери законом было. Галя не смогла их ослушаться. Я уехал. Работал много. Доказать хотел. Обидно было. Они сказали, что я никто. Я создал свой коллектив. Нас признали. Стали уважать. Годы шли. Правильно говорят. Время все лечит. А что с Галей было? Я знал, что замуж вышла. Троих девочек родила. Вспоминала я. Потому что так, как я ее любил, я никого больше полюбить не смог. Да что же ты за человек такой, а? Ну, вчера ночью не разрешил, понимаю. А сегодня что? Да мне поговорить с дочкой надо. Понимаешь? А ты нельзя, нельзя. Но она еще очень слаба. Слаба? Я что, с ней бегать буду? Ну, поговорю только, а? Золотой мой, уйди, как человек. Я тебя прошу. Уйди. Уйди. Только недолго. Хорошо. Доченька моя, непотевая ты моя. Ну, что же ты мне сразу не сказала, а? Я ведь мать твоя. Я бы поняла. Что я не сказала? Знаю я все. Николай тебя украл. Через тебя мне отомстил. Родителям моим, роду всему нашему. Мам. Ну, что же ты молчал, а? Мама, бедная ты моя, несчастная. Ты не понимаешь. Обманул тебя, Николай. И меня обманул. А, в театр заманил. Горы наобещал золотые, а? Надо же. Тридцать лет ждал, а потом нож мне в спину вонзил. Мама. Самое дорогое у меня забрал. Доченьку мою любимую. Мама. Не будет ему счастья. Не будет. Ни на том, ни на этом свете не будет. Мамочка. А год назад я узнал, что родители Гали заболели. Коллектив распался. А, муж Галю давно бросил. И я позвонил ей. Предложил работать у меня. Она согласилась. Только, говорит, если и мои дочки тоже будут вместе со мной работать. Подумал, почему нет. И вот приезжает Галя с дочками. А я, как увидел младшую, Зарину, и понимаю все. Пропал Николай Дымов. Влюбился, как мальчишка. Нет, но я скрывался, я молчал. Но Зарина сама ко мне пришла. Призналась. Люблю, говорит. Так и сказала. Люблю. Знаю, что плохо, что нельзя так. Но... Люблю. Мы Гале ничего не говорили. У нее же характер. Вот. Я не мстил никому. Не будет ему дочкой счастья. А не цыган он после этого, слышишь? Не цыган. Мамочка, я его так люблю. Я хочу быть только с ним. Прости меня. Мама, за что жить и такое несчастье. Да он же использует тебя. Нет. Ты... Но ты же мать родную обманула. Мать свою, которая тебя родила и вырастила. Слышишь? Горе мне. Горе мне. Да что ж вы творите? Горе мне. Что ж вы творите? Вы штука из твоего света достали. Забирай ее. Давай, давай, давай. А будет ты проклята за обман. Не называй меня больше своей матери. Слышишь? Не называй. Мамочка. Тихо, тихо, тихо. Отдежурил. Да. Слушай, столько всего сегодня было. Пойдем пообедаем куда-нибудь. Ты куда хочешь пойти? Мне все равно. Ну, что ты не придумал за это время? Все еще хочешь выйти замуж за человека, который сутками торчит в больнице. Хочу. И не сбежишь от меня из-под венца. Ну, Рома, ну куда же я от тебя сбегу? Я точно далеко от меня не сбежишь. Просто поженимся, заведем в кучу детей и будем жить долго и счастливо. Детям только не будем навязывать свое мнение. Это я сегодня понял. Да, у меня просто такие пациенты сегодня уволяют. Рома, я же тебе говорила, как у детей. Я тебе говорю, что у нас все будет хорошо. Здравствуйте. Скажите, а вы из этой палаты? Из этой. А что? А кто это поет? Это запись? Нет, это не запись. Несчастная женщина там поет. Она сегодня дочку потеряла. Ой, какой кошмар. Да. Боже, какой сюжет. Такое только в жизни случается. Такое не придумаешь. Я знала, что этим все закончится. Я знала и не могла ничего с собой поделать. Вы же видели его, Николай. Он такой умный. Он взрослый, понимаете? Да, да, да. Я видела, видела. Только не нервничай, пожалуйста. Знаете, как он меня оберегал? Он, когда узнал, что я беременна, сказал, все, на сцене танцевать не будешь. Перевел меня в костюмерши. Представляете, как беспокоился обо мне. А мама... Тихо, тихо, тихо. Мамочка, ну как же я теперь без мамы буду? Да может мне что же, Николая бросить ради мамы? Я не смогу. И что же мне делать теперь? Почему жизнь такая жестокая? Ну что за глупости ты говоришь? Ну, мама на то и мама. Она сначала покричит, потом простит. Я сама мама, а у меня сын Колька. Ты знаешь, как он иногда от меня получает? Страшное дело. А потом он приходит ко мне, берет вот так вот меня за руку, смотрит и все. Я все ему прощаю. И твоя мама тебя простит. Только не плачь. Нет. Вы же сами видели, мне дочь и ей теперь. Галя, вас уже выписывают. Может зайдем к Зарине, попрощайтесь. Не хочу я к ней заходить. Нет у меня больше дочери. Спасибо. 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 Поздравляю тебя. Не нужны мне твои поздравления. Слушайте все. Я ухожу из театра. И я, и мой муж, и дочери мои. Две дочери. Подержи. Давай, сына. Где Альбина? У гостейницы с детьми. Пошли. 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 Спасибо за все. Не держите зла. Иди, Руслан, иди. Будьте счастливы. Доченька красавица. На тебя похоже. Спасибо, Роман. Даня. Спасибо за все. Если потребуется помощь, всегда обращайся. Жалко на концерты сейчас. Пригласить не могу. Отменили мы все концерты. Что там в театре, Куль? Пока не выступаем. Да ты не об этом думай. Ты о дочке нашей думай. О нас думай. А я все решу. Ты мне только одно скажи. Не жалеешь, что так все сложилось? Ай, ну что ты, милый. Как я могу жалеть? Без мамы мне тяжело, Куль. Ничего, ничего. Все обойдется. Пойдем. Вот еще. Спасибо, Надюш. Вчерашние снимки я забираю с собой. Посмотрю себя в кабинете, чтобы тебя не задержать. Так что можешь работать. Валентин Иванович, а можно спросить? Да. Можно сегодня взять выходной на полдня? По семейным обстоятельствам. Какие-то проблемы, Надюш? Что-то с мамой? Нет, нет. С мамой все хорошо. Просто мне очень надо. Ну, считай, что он у тебя уже есть. Спасибо, мама. Что, выписываешься? А как дальше жить собираешься? Без благословения материнского? Мама. Стой, где стоишь. Слушайте все. К родителям своим я ездила, рассказала все. Сутки они думали. А потом сказали. Сказали прости Галя свою дочь и Николая прости. И за нас прощения попроси. Один раз моему жизнь сломали, второй раз ломать не будет. И внучку свою хотим видеть счастливой. Если любит она Николая, то пусть будет с ним. Ну, и я слушаться не могла. Родительская воля. Так что благословляю вас, дети мои. Живите в мире и достатке. Поздравляю, Коля. Спасибо. Поздравляю, поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Роман Алексеевич, ну вы же мне обещали. Говорили, что будете со мной до родов, а сами уходите куда-то. Зинаида, я вас только что осмотрел. Ну, что волнуйтесь, я ухожу на пару часов. Вы прямо сейчас не родите, у вас в запасе минимум часов восемь. Здорово, Андрюха, очень сильно занят. Плавный мой кесаревый, извините. Давай. Ну, а кто вам сказал, что я буду ждать восемь часов? Я же знаю о вашем состоянии. У вас до полного раскрытия матки еще уйма времени. Но я очень боюсь оставаться одна, понимаете? Роман Алексеевич, ничего себе, солидно. Слушай, у меня к тебе есть один вопросик. Что, очень срочно? Ну, не так, чтобы срочно, я там статейку прочел, думал обсудить. Максим Викторович, послушай, очень нужно уйти на пару часиков. Отпусти, пожалуйста, а у меня пациентка боится одна оставаться. Ну, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Максим Викторович. Зинаида. А вы, значит, боитесь одна остаться, да? Очень боюсь. Меня муж бросил, а теперь еще и врач бросает. Ну, вы не волнуйтесь, пойдемте. Я уж точно вас не брошу. Так, значит, начали видеть сматки, да? Да. Давно? Час назад. Ну, пойдемте в лифт. Ну что, ты готова? Красавица какая. Почти готова. Ну, пожалуйста, не мешай. Слушай, у нас сегодня такой сумасшедший дом в роддоме. Привезли двух рожениц. Одна из них такая настырная. Если бы не Заболотина, я вообще не знаю, что бы я делал. Ну, и работка у нас. Да. Жените спокойно дали. Кстати, тебя искать-то не будут? Я отпустилась на полдня. Сказала Бондареву, что по семейным обстоятельствам. Вот. Ну, не соврала же. Так, кстати, кольца у меня… Угу, паспорта. Паспорта. Может, ничего не забыли? Нет. Так, тогда короткими перебежками, чтобы никто не заметил, что в 12 нас ждут в ЗАГСе. Так, ты на лифте, я по лестнице. Хорошо. Угу. Давай-давай-давай. Угощайтесь, Альберт Иванович. Да нет, спасибо. Так, ну что, все в сборе? Так, а где интерн? У него операция, но он скоро будет. А, прекрасно, смотри. Владу Платонову я позвонила, он будет. Даже Савчук будет, представляете? Ох, не может быть. Заболотин. Заболотину позвонили? Да и здесь он. Пациентку широкую развлекает. Угу. Хорошо. Давайте. Будьте готовы, они скоро приедут. Лизвета Юрьевна, мы как пионеры, только дайте отмашку. Да. Может, все-таки хотите? Ну, если так настаиваете. Подожди. Что? Очень много людей. Неудобно. Так, ты моя законная жена, будут славать тебе где хочу, когда хочу и как хочу. А, Ром, Надя, хорошо, что я вас нашла. Идемте, там Савчук всех собирает прямо сейчас, всех врачей. Что случилось? Ну, я не знаю, какое ты ЧП опять? Веселенькое начало семейной жизни. Широков, вот вы-то мне и нужны. Объявляю вам от всего коллектива строгий выговор. И вам, Ставицкая, тоже. За что, Екатерина Сергеевна? Объясните, пожалуйста. А вы не догадываетесь? Нет. За то, что скрыли от коллектива свою свадьбу. И хорошо. Женька, прости, я не держу. Такое событие, такое событие. Спасибо. 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 Ну, вы, Давид, ну, да, прости прощения, но мы просто хотели по-тихому, скромно, ну, все, теперь уж, ну, все, не отмажемся, как говорится. В субботу приглашаем всех в ресторан. В субботу идем в ресторан, ну, а сейчас маленький сюрприз от нашего коллектива. Лёва, Лёва, подержи, пожалуйста. Такое событие. И, в субботу. И, в субботу. И, в субботу. И, в субботу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok